Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей и мы продолжаем изучать русский язык на канале Русториас. Сегодняшний рассказ называется «Как научиться жонглировать». Итак, поехали! Жонглирование – это непростое, но очень интересное хобби. Некоторые ученые считают, что жонглирование помогает работе мозга. Хотя упражнения с мячиками могут казаться сложными в начале, они становятся простыми, если вы выучите основную технику и будете регулярно тренироваться. Сегодня я хочу рассказать вам, как научиться жонглировать тремя предметами. Мне самому понадобилось около двух недель для того, чтобы начать жонглировать и делать это, не роняя мяч, около 20 секунд. Для жонглирования нам нужны мячи. Вы можете использовать любой мяч, который не будет сильно отскакивать, чтобы не искать его долго, когда он улетит от вас. Например, вы можете использовать теннисные мячи, наполненные песком. Они не будут отскакивать от пола и не будут скользить в руках. Вам также стоит найти подходящее место для практики. Если вы новичок, ваши мячи будут летать по всей комнате. Поэтому стоит отойти подальше от любимой вазы вашей бабушки. Сначала для разминки бросайте один мячик и ловите его той же рукой, чтобы привыкнуть к ощущению. Потом начните кидать один мячик из одной руки в другую. Но знайте, что если вы умеете делать вот так, то никогда не говорите, что умеете жонглировать двумя мячиками. Это не жонглирование. Сказать, что вы жонглируете двумя мячиками, можете только после того, как сделаете вот так. Или хотя бы так. Жонглирование одним предметом. Возьмите в руку один мячик и перебрасывайте его из одной руки в другую. Высота броска немного выше уровня глаз. Это упражнение простое, но очень важное. Так как закладывает базу для жонглирования. Упражняйтесь, пока вы не станете уверенно бросать и ловить мячик. Жонглирование двумя предметами. Возьмите в каждую руку по мячику. Сделайте бросок правой рукой. А когда мячик достигнет максимальной высоты, сделайте бросок левой рукой. Поймайте первый мячик левой рукой, затем правой рукой второй. Остановитесь. Теперь повторите, начиная с левой руки. Концентрируйтесь на точности бросков. Когда обмен мячиками начнет получаться у вас уверенно, вы сможете делать это упражнение без пауз. Возьмите в правую руку два мячика, а в левую один. Бросьте правой рукой один из мячиков. Потом сделайте обмен. Когда мячик достигнет наивысшей точки, сделайте еще один обмен. В итоге у вас два мячика окажутся в левой руке и один в правой. Повторите, начиная с левой руки. После того, как вы научились делать двойной обмен, закрепите навык, тренируясь до тех пор, пока вы не сможете делать двойной обмен 10 раз подряд, не уронив мячик. Теперь вы готовы к жонглированию. Делайте все точно так же, как и в предыдущем уроке, но добавьте еще один бросок. Тренируйтесь делать тройной обмен до тех пор, пока не сможете сделать его 10 раз подряд. После этого добавьте еще один бросок. Потом еще один, потом еще один и так далее. Следите за точностью бросков. Правильно брошенный мячик сам упадет в руку. В какой-то момент вы почувствуете уверенность и сможете жонглировать тремя мячиками сколько угодно. Жонглирование увлекает, успокаивает нервы, развивает реакцию и координацию движений. А еще жонглирование тренирует не только руки, но и мозг. Известно, что в руках есть память. Вернее, один из видов памяти. Через руки ученик запоминает, когда пишет упражнения в тетради. Музыкант тоже запоминает руками, когда играет на музыкальном инструменте. И в жонглировании мозг сам рассчитывает автоматически, когда и как надо схватить или подкинуть мячик. Как он это делает, как рассчитывает, я не знаю. Но очевидно, что-то такое есть. Теперь, когда я покупаю яблоки или апельсины, то не удерживаюсь. Всегда жонглирую ими. Мне и даже другим покупателям это нравится. А вот продавцам не всегда. Я думаю, это потому, что они пока еще не научились жонглировать. Друзья, а умеете ли жонглировать вы? Или, может быть, научитесь после нашего сегодняшнего урока? А у меня на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Удачи вам и пока!